Прямо сейчас в Академгородке проходит обсуждение благоустройства еще одного важного для города места. Речь идет о территории естественной смотровой, известной всем красноярцам как Красивый берег. В начале лета власти заявили о масштабных планах на реконструкцию, однако местным жителям и ученым эта идея не понравилась. Противники опасаются, что на Красивом берегу могут вырубить деревья и редкие виды растений. К тому же с потоком туристов может появиться и мусор. Сегодня в 7 часов вечера начались публичные слушания, и на них находится мой коллега Виталий Поляков. Виталий, как слышно, много ли людей пришли и какие уже озвучены мнения на слушаниях? Сереж, плохо тебя слышно. Сейчас я в зале как раз нахожусь и, наверное, отсюда выйду, потому что, наверное, и меня будет плохо слышно. Слушания начались действительно в 7 часов и продолжаются они уже больше часа, хотя предполагалось изначально, что всего они длится будет полтора часа. Но, судя по всему, не все еще высказали. Здесь фактически две таких равных группы, хотя по моему субъективному мнению, все-таки противников благоустройства, по крайней мере, здесь больше. Вообще странно, почему люди выступают вроде бы против благоустройства, когда сейчас там обычные грунтовые дороги. Им хотят сделать и туалеты, и специальные настилы, по которым можно будет ходить, ограждения и прочее. Но соль все-таки в мнении коренных жителей Академгородка есть. Они боятся действительно, что дополнительный поток туристов превратит их жизнь в ад, потому что их же жилые дома непосредственно выходят на этот красивый берег, метров 10, может быть, 15 до него. Они говорят, что и сейчас страдают от этого. А если поток туда увеличится, то это будет просто ад. Сегодня здесь не публичные слушания, это не какое-то обсуждение, которое будет иметь юридические последствия. Это всего лишь сегодня. Юлия Верхушина, председатель агентства по туризму, сказала, что это всего лишь обсуждение, никаких последствий от него не будет. Но все равно, если раньше наше правительство как-то не особо, наверное, по таким вопросам острым общалось и слышало жителей, все-таки сейчас ведомство Верхушиной пошло на этот разговор. Разговор сложный и непонятно вообще, будет ли благоустройство, если большинство против. Так, Сереж, пока так. Ну, давай останусь, наверное, здесь, еще подожду, что будет. А, ну, наверное, давай еще, знаешь, скажу о том, что все-таки сторонники благоустройства, за что выступают, они говорят, что то, что сейчас творится, и музыка, и компании в алкогольном пенении, которые мешают, это все есть и сейчас, и именно благоустройство исправит, можно так сказать, культуру народа. Если таких больше пространств будет появляться, то и таких пьяных алкашей у нас на красивом берегу не будет.